Это уже не новость последних нескольких дней, но все же новость, которую пока до конца трудно понять, особенно в отношении ее последствий, далеко идущих и разрушительных. Я имею в виду принятие Ватиканом решения о благословении однополых пар. Даже на слух для любого христианина это воспринимается как что-то совершенно дикое и невозможное. Священное Писание дает совершенно четкую и недосмысленную оценку такому явлению, как сексуальные отношения между людьми одного пола. В частности, это хорошо известные слова апостола Павла из послания к Коринфянам «Мужеложники Царствие Божие не наследуют». Какие основания можно найти для того, чтобы игнорировать эти слова? Что другое может являться основой христианского отношения к чему бы то ни было, кроме Слова Божия? Эти вопросы являются в сущности риторическими. Последовал целый ряд разъяснений относительно того, что Ватикан заявил о решении благословлять однополые пары, но не союзы. Что браком католическая церковь по-прежнему считает исключительный, стабильный и нерасторжимый союз мужчины и женщины. Что благословляются не гомосексуальные браки, а люди, которые в этих браках живут. Что благословение дается таким людям не для того, чтобы узаконить их статус, но только если они осознанно просят о том, чтобы их жизнь была исцелена и возвышена присутствием благодати Божией. Однако факт остается фактом. Формулировка решения о благословении однополых пар прозвучала, прозвучала не кулуарно, а на весь христианский мир. И это совсем не та ситуация, когда говорящему и транслирующим сказанное не дано предугадать, как отзовется слово. Это еще один и огромный шаг на пути к тому, чтобы не только чуждые веры в Бога люди, но и многие называющие себя христианами перестали считать грех грехом и извращение человеческой природы извращением. И нет в этом решительно никакого милосердия, так же как нет милосердия в том, чтобы, жалея, не остановить сбившегося с дороги и подошедшего к краю пропасти путника, предоставляя ему возможность упасть в нее и погибнуть. Христианская любовь и сострадание учит нас совершенно другому, не осуждая, не злословя, не приглаждая человека, совершающего грех к позорному столбу, напоминать ему о том, что грех, несмотря на нашу к нему любовь, остается грехом, и потому губит его бессмертную душу, удаляя и отчуждая ее от Бога. В пробуждении совести заключается любовь, а ни в коем случае не в ее усыплении. Еще одним ярким и при том болезненным информационным поводом, который трудно обойти вниманием, стало поистине звездное мероприятие, получившее номинование «Голой вечеринки». Вечеринка эта оказалась весьма резонансной и привела к последствиям для ее организаторов и участников очень плачевным. Но что самое главное – неожиданным. Причем не только для них, и как раз этот эффект неожиданности и заслуживает в данном случае отдельного разговора. Точнее, не сам эффект, а то, чем он обусловлен. Дело в том, что подобные мероприятия до недавнего времени не являлись чем-то из ряда вон выходящим и небывалым в жизни звезд эстрады, блогеров-миллионников и других представителей нашей современной элиты. Да, именно элиты, поскольку люди, которых можно было видеть в числе 170 гостей Анастасии Ивлеевой, это не ноу-неймы, а те, кого постоянно можно было наблюдать на всех центральных каналах, чьи концерты собирали и собирают огромное количество людей. Среди них народные заслуженные артисты Российской Федерации, жены и дочери топ-менеджеров крупных российских компаний и даже депутатов. Почему никому из 170 участников этого, так скажем, собрания не пришла в голову мысль о том, что оно несовместимо, дико, уже, не говорю, непристойно? Как раз в силу того, что они и не предполагали даже, что в этом есть что-то особенное для них. Подобный формат отдыха не был чем-то из ряда вон выходящим и исключительным, и не только для них, но и для многих других менее известных и именитых людей. Это показатель того, что стало и до недавнего времени являлось стандартом. Именно их изменение стандарта показалось для весьма значительного количества виперсон шоком. Последовал парад извинений и объяснений, обусловленные, впрочем, не каким-то внезапным осознанием или прозрением, а жесткостью реакции на вечеринку, возможными санкциями, риском лишиться того положения и тех возможностей, которые до вчерашнего дня были неотъемлемой частью жизни. Но я думаю, что было бы большой ошибкой и несправедливостью судить за этот отдельный эпизод тех, кто обнаружил себя в нем так ни ко времени и не кстати. То, что они делают, то, как они живут, до недавнего времени казалось совершенно приемлемым, не вызывающим вопросов, а для множества поклонников и поклонниц так просто привлекательным и желанным. И тут не всегда можно сказать, кто на кого действует развращающе и разлагающе. Звезды или те, кто принимает их в любом виде, в любом качестве и в любых проявлениях. Вопрос, опять же, в стандартах. И не только в тех, которые устанавливают государство, но и в тех, которые принимаются или отвергаются народом. Ну и в том, конечно, есть ли у людей представление о том, что есть что-то лучше и важнее, чем обнаженная звезда на вечеринке или же на телеэкране. Есть ли те идеалы и ценности, которые на нравственном уровне делали человека что-то возможным и допустимым, а что-то невозможным и недопустимым в любом случае. Они обязательно должны быть. Без них санкции и ограничения по отношению к провинившимся, равно как и их публичное покаяние, большой пользы не принесут.